Друзья, всем привет! С вами Никита Дилэй и мы с вами продолжаем играть нашу любимую карьеру на карте свапа агро с сезонами. И друзья, мы столкнулись с очередной проблемой. Время уборки урожая, а у нас были сплошные дожди. И вообще, по-хорошему, нам надо сегодня в срочном порядке убрать урожай, пока опять не пошел дождь. Вся проблема в том, что после того, как дождь закончится, урожай все равно остается еще некоторое время мокрым, или как тут пишут, влажным. Соответственно, его нельзя убирать, и из-за этого мне пришлось мотать время аж до поздней осени. Но сейчас вот появилось небольшое окно, впереди у нас опять ждет дождь, поэтому нам нужно с рочником все это дело убрать. Но есть другая проблема, у нас нет комбайна, и чтобы его купить, нам нужно около 500 тысяч, которых у нас в принципе-то и нету. Мы можем взять комбайн в аренду, но я, честно говоря, вот очень долго думал и все еще не решил брать в аренду или покупать. Хочется купить. Хотя, с другой стороны, ему нужно всего лишь одно поле убрать, но с другой хочется купить и просто забыть про эту обязательную покупку. Давайте все-таки его купим, но для этого нам сначала придется продать весь цемент, который у нас накопился. Опять-таки, есть у нас 500 кубов этого самого цемента, и нужно съездить его продать побыстрейку. Ну и еще, друзья, у нас есть немножко тюков, как обычно, но их здесь очень мало. Они у нас только с этой лужайки, всю ту лужайку, как вы знаете, я переработал не в тюке, а просто отвез траву. Мы сегодня тоже обязательно займемся еще силосом по полной. Так что садимся в ман, давайте сейчас по-быстрому продадим эти тюки. Правда, у нас тут с топливом проблемы, но я надеюсь, что хватит топлива, чтобы продать тюки и доехать до заправки. В общем-то, погнали! С продажи тюков закончено, у нас стало 206 тысяч рубликов. Это, в принципе, неплохо. И нам нужно еще ориентировочно 300 тысяч, чтобы купить комбайн, начать эту гребаную уборку поля. Поэтому сейчас, друзья, мы, наверное, эту платформу даже вообще здесь оставим. Едем домой, забираем прицеп, едем на заправку, заправляемся. Она есть около цементного завода и, соответственно, встречаемся уже на цементном заводе. И, друзья, соответственно, продаем мы последний прицепчик цемента. И у нас есть денежка, чтобы купить гребаный комбайн. Поэтому мы сразу же идем в меню и покупаем все это дело. Для начала комбайн 442 тысячи купить, да. Ну и жатку пока что только одну, нам вторая пока не надо, потом ее уже прикупим. 43 тысячи еще купить, да. Да, соответственно, друзья, сейчас ставим этого парня заправляться и гоним комбайн на базу. И, в общем-то, вот он, наш красавец. И это самая жатка, и это теперь все наше, и оно будет работать на нашей ферме. И никуда уже от нас не денется. Соответственно, гоним это все дело на поле. А пока оставим его там курить. Надо будет еще записать маршрут на вывоз на склад всего этого дерьма, которое там будет забираться теперь. А, в общем-то, работы много. Погнали. И что-то, друзья, наша рожь тут выглядит, как будто засохла нахрен. По крайней мере, мне так кажется. Что-то не то с текстурками с этими сезонами, но вроде как ее можно собирать. Да, она все равно прекрасно собирается, и все с ней хорошо. Соответственно, друзья, генерируем маршрут на поле 99. Все как обычно. Три поворотных полосы у нас будет с разворотом. Хотя поле имеет скругленные края, поэтому разворотов, скорее всего, не будет. Вот так вот это чудо выглядит, и пока что мы его не будем запускать. Нам нужно сюда пригнать мана и записать маршрут на вывоз. Ман у нас заправился, с ним тоже все хорошо. В общем-то, поехали на поле и записывать маршрутики. И, друзья, так как у нас теперь есть база, то и возить все наше добро мы будем на базу. Точнее, на хранилище. Базы у нас еще нету, база это гаражи. В общем-то, хранилище у нас есть. Поэтому возим мы это все туда. Но маршрут мы, кстати, будем записывать с помощью перекрестков. И это не очень хорошо, потому что нам сейчас надо будет туда вернуться. После того, как мы сюда вернемся. Гадство. Ну да ладно. В общем-то, нажимаем начать запись маршрута и едем на базу. И здесь мы, друзья, всунем перекресток. Соответственно, потом будем комбинировать все это дело, чтобы со всех полей у нас был один маршрут до этой точки. Потом общий маршрут будет по базе, в зависимости от того, что мы делаем. То есть, это может быть выгрузка зерна, выгрузка корнеплодов, или, в общем-то, что угодно. Или продажа соломы, например. Это все разные маршруты будут. Вот, соответственно, проезжаем далее мы через базу. И лепим здесь еще один перекресток. И, соответственно, возвращаемся обратно на поле. И здесь, друзья, мы этот маршрут останавливаем и сохраняем. Под названием поле 99 база. Все как обычно. Но это не все. Нам сейчас придется вернуться обратно на базу и записать еще несколько маршрутов по самой базе. Приезжаем мы на базу. И давайте включим показывать перекрестки, которые у нас есть, дабы все было четко. Соответственно, вот отсюда мы начинаем записывать маршрут на выгрузку всего, что у нас привозится на базу. Проедем по всем триггерам. И здесь же мы этот маршрут прерываем. Обзовем его мы база выгрузка. Вот так вот. Этот маршрут теперь можно сбросить. И теперь, когда мы будем запускать поле 99 база, база выгрузка и обратно поле 99 база. И на картинке мы теперь видим, что он едет с 99 поля с этого нашего на базу, проезжая через все триггера и едет обратно. Соответственно, сейчас мы еще запишем маршрут по базе на продажу соломы через сарай. И можно будет скомбинировать их. Вся фишка в том, что мы записали с 99 поля один маршрут, а там уже дальше мы выбираем, с чем его комбинировать. То же самое касается маршрутов по базе. Мы один раз записали проезд через все триггера и со всех полей мы теперь будем комбинировать маршруты. На данном этапе это может выглядеть каким-то бесполезным, не знаю. Но поверьте, когда их много, так будет проще. Пока что да, пока что может быть и не особо имеет смысл с этим всем заморачиваться. Но раз мы хотим сделать все по фэншую, значит у нас будет все по фэншую. Соответственно, ставим нашему ману работу с комбайнами, работа с торумом. И прямо отсюда можно его запускать, он будет работать. А мы, друзья, переходим к нашему трактору, который GCB, который у нас ездил и возил травку. Кстати, травки у нас получилось около двух миллионов. Ладно, потом посмотрим, мы еще вернемся к ней. Сейчас же нам на этом тракторе нужно записать маршрут на продажу соломы. Если же у нас не будет выгружаться соломка в то место, где она должна выгружаться, мы, соответственно, будем ее продавать. Почему я на тракторе не хочу это сделать? Потому что он только на тракторе будет ездить. На мане он ездить не будет. И мы сейчас с таким же успехом запишем маршрут просто по базе, кусочек маленький. Соответственно, нажимаем на кнопочку запись маршрута и проезжаем через продажу соломы. И здесь же мы этот маршрут прерываем. Сохраняем его как база солома прот или давайте даже база сарай. И этот маршрут можно также сбрасывать. Пока что он пусть курит, а мы пойдем... Тем временем, друзья, нам нужно запустить сейчас комбайн, работать по маршруту. Благо мы его уже записали, сохранили. А нет, мы не записали, сохранили, что я попутал. Генерируем маршрут. Друзья, простите, мне пришлось перезапустить игру, я немножко позабыл. Да, мы все-таки сгенерировали маршрут, но не сохранили его. Поэтому делаем это еще раз. И мы его сохраним, потому что он нам понадобится. Будет он называться поле 99, уборка 9 метров. И с ближайшей точки мы его запускаем. Пускай они, в общем-то, работают. У нас тем самым уже обещает быть дождь, поэтому надо, чтобы все это дело успело убраться. Проблема еще в том, что дождь будет уничтожать солому. Поэтому мы также ставим этот маршрут работать. Здесь у нас будет комбинация из целых четырех маршрутов. Поэтому мы запускаем поле 99, уборка. Добавляем к нему поле 99, база. Комбинируем это все дело. Опять-таки база выгрузка. И опять поле 99, база. Соответственно, выглядит он как и раньше, как обычно. Он ездит по полю, собирает соломку. Везет ее на базу. На базе выгружается. Мы просто сталкивались с проблемой, что не всегда хочет работать этот триггер выгрузки соломы. Но, в общем-то, пускай работает. Со следующей ближайшей точки мы его запускаем и все должно работать. И, друзья, когда мы убирали с вами травку, все это дело заняло 11 часов. Это очень много, и поэтому я хочу это сократить время примерно вдвое. И для этого мы купим прицеп фуражный, который перевозит 92 тонны. Это у нас модовый ПТС-12. Он немножко читерский, наверное. Но для экономии времени, я думаю, его стоит прикупить. Стоит он недорого, 16500. Мы его сразу берем. И у нас есть еще один трактор, поэтому мы сейчас поедем на нем и подцепим этот прицеп. Поставим помогать убирать солому. Этому товарищу, друзья, мы делаем точно такой же маршрут, как и фасттреку. В принципе, можно даже его просто тупо скопировать от него и запустить со следующей ближайшей точки. Единственное только, да, надо поменять это все дело на разные полевые работы. Они сейчас вдвоем будут собирать эту солому. Это будет намного оперативнее. Друзья, пока все это дело у нас работает. Кстати, работает довольно-таки оперативно. Два фуражных прицепа вполне себе справляются с поставленной задачей. И, наверное, они вдвоем и будут всегда работать над такими задачами. Я пока что хочу настроить курс плей на продажу цемента. Попробовать сделать. Потому что у нас есть вот такой вот газон, который стоит, в принципе, без дела. И теоретически продажа будет доступна нам, если маленькими прицепами продавать. Мы можем купить вот такой вот кузов. Он всего лишь на 4,5 тысячи литров. И он там будет бесконечно ездить продавать этот гребаный цемент. Но это будет такой, знаете, полезная для нас копеечка. Можно, в принципе, купить, например, Урала. И там 9 тысяч литров. Или вообще Маза, который на 25 кубов. Кстати, вот про Маза, наверное... Давайте, наверное, купим Маза для этой цели. Хотя попробуем это дело настроить. А ось он будет адекватно работать. Поставим ему какой-нибудь движок помощнее. Тут один вариант только. Цвет, ну, я думаю, ну вы понимаете, да? Хотя, с другой стороны, у него желтый кузов. Давайте желтый ему и оставим. И дизайн... Оставим дизайн, пускай будет. Или не надо. Пускай стандарт будет, ладно. Вот он наш Мазик. Вполне себе симпатичный. Нормальная моделька сделана. Поехали на цементный завод и попробуем все это дело настроить. Если это сработает, то у нас не будет проблем и потом, в будущем, с карьером. Потому что песок и гравий тоже продаются именно на стройку. Даже с навигатором, ё-моё. Короче, поехали на цементный завод и заценим, что там да как. Соответственно, друзья, подъезжаем вот сюда. Идет загрузка. Начинаем запись маршрута и попробуем. Я не знаю, будет это работать или нет, но мы попробуем. Соответственно, нажимаем здесь на кнопочку заднего хода и пробуем аккуратненько подъехать. Подъезжать будем до упора, дабы сократить, не знаю, расстояние от кузова до кабины. В общем-то, не знаю, как объяснить. Смысл понятен. Здесь мы нажимаем кнопку переднего хода, точнее, отмены заднего хода. Выгрузим сейчас то, что привезли. И в теории это должно работать. Но посмотрим, как это будет на практике. Едем обратно. Друзья, обратный путь у нас, конечно же, будет через заправку, потому что расход у МАЗа довольно-таки большой. Сами понимаете. Тягач, все дела. Ну, грузовик. Ладно, не тягач, не совсем тягач. А в общем-то, в любом случае, на всякий случай, пишем маршрут через заправку. И на этом самом месте мы его прерываем и пока что мы его сохраним, как цемент-прод. Вот так вот. Соответственно, ставим ему транспортировка-продажа, выбираем здесь цемент. Вот он. И давайте поставим его 10 раз пока что съездить. Хотя на самом деле можно даже посмотреть, сколько тут цемента у нас осталось. 167 кубов. 167 разделить на 25, это примерно 4 и 2. 6 штук у нас примерно. Давайте 6 штук тогда мы и поставим 6 раз. Ну и вопрос, конечно же, будет ли все это дело работать. Загрузка идет, это уже хорошо. Не, что-то он совсем не то делает. Не хочет он задним ходом ехать. А жаль. Давайте попробуем его сюда еще раз выставить. Не, он задним ходом вообще не ездит. Может это конкретно этот МАЗ, может быть нет. Но этот способ тоже не работает. Высыпаем тогда все это дело и едем продавать этот самый МАЗ, потому что он нам больше нахрен не сдался. И друзья, я не знаю как это работает, но мы приехали в магазин. Видите, мы его купили за 13500. Вот у него стоимость была. А, хотя ж мы новый движок сунули, да, перекрасили его. Ладно, давайте посмотрим, что у нас стоит перекраска. 17400. Ладно, все, тогда молчу. Я просто удивился, что продаем мы его за 17400. Дороже, чем он стоил. У меня что-то в памяти было, что мы его за 13000 взяли. В общем-то продаем его. В принципе, за те же деньги, что и купили. Но, друзья, меня мысли эти не отпускают настроить, чтобы это все дело работало. Но хочется мне почему-то. Поэтому мы попробуем это сделать на самом донном тракторе. Даже не на самом донном, а вот на этом. Он самый маленький по размеру получается. Единственное, что денег на него, конечно, жалко. Ну ладно, мы его все равно покупаем. Также ему в помощь берем на 8000 вот эту вот самую простую, на 8500. Самую простую тележку. Под цвет трактора сделаем ее тоже красной, дабы это все дело работало в паре. Вот такой вот малыш. Попробуем запустить его. Если не будет работать, то и бог с ним. И аллилуйя, мы наконец-таки подъезжаем уже к нашему предприятию. Давайте сразу же цемент прот загрузим маршрутик. И здесь выберем цемент. И можно, в принципе, запускать по маршруту. Нет, не так, друг. Вот так. И заодно проконтролируем, будет ли он, не знаю, пополняться что ли. Он пополняется, это замечательно. И, в общем-то, телепортируемся на стройку и ждем нашего трактора. Аллилуйя, друзья. Это все дело работает. С тележкой намного проще, но она должна быть короткой, если что. Поэтому, пускай, собственно, этот трактор стоит и, точнее, ездит, стоит на маршруте на этом. Ездит и продает цемент. Деньги нам нужны. И, друзья, у нас закончилась уборка. Осталось еще чуть-чуть соломы, но сама уборка уже закончилась и все хорошо. Поэтому давайте мы этого товарища сейчас отправим на разгрузку мана нашего. Ему мы маршрут прерываем. Или он еще поедет? Да, он на стартовую точку. Но, в принципе, можно его не возвращать уже. Мы-то как бы подловили нормально. Соответственно, друзья, жатку мы бросим вот здесь. Не будем ее загонять на базу. Вот так вот. А комбайн мы загоним во двор к нам домой. И, друзья, нам надо срочно покупать базу, потому что мы уже обзаводимся потиху техникой. Нам ее негде просто тупо хранить. Эту самую технику. Поэтому в следующий раз надо будет купить базу. Но база, зараза, стоит миллион. Для нее надо насобирать денег. Но мы это сделаем. Друзья, мы прервем маршрут и этому человечку. Соответственно, поедем вручную. Это все дело высыпем. И сейчас расскажу, в общем. Друзья, смотрите. В общем-то, у нас закончилась уборочка здесь. Получилось 415 тонн ржи. Можно, в принципе, ее продать. Она нам все равно один хрен не нужна особо сейчас. Например, вот на мельницу или на пекарню. Ну, нормальный ценник там сейчас. И они вроде довольно близко находятся. Пекарня около этого самого. Ну да, относительно близко. Пекарня вот. Мельница вот. Хотя ладно, я не хочу сейчас этого делать. Ничего. Я думаю, зимой ценники будут больше. Хотя, кстати, можно даже посмотреть. Ну, смотрите. Вот на пшеницу и ячмень это стандартные культуры. Поэтому можно больше верить этому. Именно в начале зимы больше всего ценники. Поэтому давайте-ка мы в начале зимы продадим всю рожь. Правда, хороший вопрос, касается ли это модовых культур. Ну, ладно. В любом случае, поедем в начале зимы. Уже в следующей серии это все продадим. Плюс, друзья, у нас есть дохренища соломы. 994 куба сейчас еще нам привезут. И я сейчас предлагаю съездить, отвезти на компост мастер 500 тонн. Сделаем мы это вручную на мане. Потому что ман там разгружаться вроде как не будет. Хотя можно попробовать записать маршрут. Чего уж там. Давайте попробуем. Открываем хранилище. У нас, соответственно, вот из этого верхнего конвейера будет высыпаться солома. Давайте попробуем, почему нет. Но мы потом автоматизируем это более мелкой техникой. Типа того, что у нас сейчас цемент возит. Давайте нагружаем соломой. Не очень удобно, конечно, здесь заезжать будет ману для погрузки. Ну и попробуем записать маршрут. А вот будет работать. Но я, честно говоря, очень сильно в этом сомневаюсь. Друзья, не обращайте внимания, что маршрут кривой. Да, там будет пересекаться. Это временный маршрут. Мы его даже сохранять не будем. Мы просто попробуем, работает он или нет. В любом случае, настраивать мы потом будем технику поменьше. Для этого всего дела. И вот здесь мы его прерываем. Ставим, разумеется, забирать из бункера солому. И нужно туда съездить будет всего лишь 8 раз. Опять-таки, под большим вопросом работоспособность этого всего дела. А он, зараза, даже не загружается. Но неудобно, потому что ману здесь. И я его сбросил, да? Но это случайно. Ладно, мы, в общем-то, вручную сейчас отвезем туда. Все это довольно быстро будет. И встретимся уже после всего этого дела. И, друзья, у нас последний рейс соломки уже едет выгружаться на нашу базу. Так что этот маршрут мы тоже можем прерывать. Поедем, выгрузим его, эту солому, собственно, наручно. Дабы все было огонь. Да и все, в принципе, трактор можем бросать пока что здесь. Я уже потом за кадром наведу порядок везде. Сейчас, друзья, мы отвозим последний рейс соломы на компост мастер. А потом еще цепляем нашу бочку. И по одному рейсу на цементный завод и на компост мастер мы отвезем биогаза. Так что вот такое вот путешествие. Сейчас поехали. ПОДПИШИСЬ! 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 Теперь на двух наших производствах Которые работают на данный момент В общем то все хорошо Друзья значит в следующей серии Что мы делаем Серия я так понимаю будет опять у нас зимней Соответственно мы продадим нашу рожь Мы продадим цемент Который у нас сделается к тому моменту Мы продадим компост Который у нас делается к тому моменту Может быть даже вот этим вот пацанчиком Который сзади подъехал Что он взвешивается и что это дает я без понятия То есть я понимаю что это Если так брать в реальной жизни Для чего это делается но в игре Не понимаю Ну может для атмосферы ролплея и так далее В любом случае мы продаем все это дело Плюс друзья я еще за кадром Затюкую нашу взлетку Именно затюкую Поэтому будет дохренища тюков Там полностью созревшая трава сейчас Все хорошо И соответственно продадим мы тюки И вообще будем богатыми и богатыми У нас будет миллион миллиардов денег Плюс обзаведемся новой техникой Я уже даже знаю что именно мы будем покупать Точнее примерно знаю И соответственно настроим курс плей На производство силоса и биогаза Полностью автоматизируем этот процесс И постараемся что-нибудь сделать с компостом В общем-то планы на следующую серию большие Возможно это даже будет зимой Снежок Как раз у нас транспортная серия Что называется Будет с красивыми видами Поэтому чтобы не пропустить все это дело Подписывайтесь на канал Если вы еще этого не сделали Вступайте в группу вконтакте И там подписывайтесь на удовлетение Дабы не пропускать стримы Там тоже много чего интересного происходит Если хотите чтобы серия вышла побыстрее Ставим большой палец вверх Пишите свои комментарии По поводу всего того Что вы думаете по поводу этого прохождения Советы, подсказки Если я что-то делаю не так И так далее В общем-то все пишите Ну а с вами был Никита Дилай Всем всего доброго Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok